МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде напомните, в который раз Алтайский край присоединяется к этой акции? Алтайский край присоединяется к этой акции уже в третий раз. Началась эта акция в Алтайском крае с Года кино. По чьей инициативе ее проводят? Организаторами Всероссийской акции является Фонд кино, Министерство культуры Российской Федерации, а также местные органы, это правительство Алтайского края, Управление по культуре и архивному делу, а также Алтайский государственный дом народного творчества. Сколько регионов участвует? Всероссийская акция предполагает почти все регионы. Во всяком случае, 85 будут участвовать точно. Кроме как в Барнауле, в каких городах, районах края еще будут показывать бесплатные фильмы? Расширяется территория у нас тоже акции в Алтайском крае. В этом году у нас участвуют 4 города и 4 района. Это у нас город Барнаул, город Бийск, город Миногорск, Камень-Наби, а также Кулунда-Поспелиха, Благовещенка и Быстрый Сток. Почему именно эти территории? Там есть кинотеатры по этому принципу, да, определяли? Да, в этих районах есть кинотеатры, поэтому предполагается, кинотеатры будут у нас увеличиваться, и территория будет расширяться. А название «Ночь» предполагает, что фильмы будут показывать до самого утра, или все же нет? Нет, конечно, до самого утра фильмы показывать не будут. Акция стартует в достаточно вечернее время, начиная с 18.00, с 19.00, с 20.00 по окраю. Ну и три фильма охватит, и, соответственно, уйдем мы немножко в ночь. Но это не, скажем... В Барнауле когда стартует? В Барнауле открытие, торжественное открытие всероссийской акции в 19.30 на площадке «Барнаульская крепость». И всего будет задействовано три площадки? Вот я про Барнаул. Три площадки в Барнауле. Это кинотеатр «Мир», это открытая площадка торгового центра «Арена» и развлекательная площадка «Барнаульская крепость» на проспекты «Социалистический». Какие в этом году предлагают фильмы зрителям? Три фильма было отобрано. Это «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки». Фильмы были отобраны народным голосованием, интернет-голосованием из 26 фильмов. Фильмы достаточно современные, на слуху у всех. Интересно, думаю, будет посмотреть каждому. Ну, главный критерий, они отечественные. Отечественные, это акция российская. Она вообще приурочена к Дню российского кино, 27 августа, День российского кино. И к этому дню приурочена акция. Ну, выбраны дни, правда, субботний вечер, чтобы было удобнее. На какого зрителя эти фильмы рассчитаны? Фильмы на разносторонний, скажем, на разный возраст рассчитаны. «Последний богатырь» — это приключения, это сказки, это более молодой возраст. «Рубеж» — это средний возраст. И «Танки» — это уже более, скажем, серьезный такой фильм, военный фильм. Поэтому предполагается деталь, патриотическая картина, да. Захватывающая, поэтому предполагается аудиторию, скажем, возрастную уже, более возрастную. Ну, кроме того, что показы состоятся в кинотеатрах, вот вы уже сказали, что и под открытым небом. Ну, погода непредсказуема нынче, и при любой погоде состоится показ? Состоится при любой погоде. Хотелось бы, конечно, чтобы погода нас не подвела, потому что действительно будет акция проходить и на закрытых площадках, и на открытых площадках. Тем не менее, если погода все-таки будет прекрасной, думаю, народу будет очень много. Но если будет дождь, все равно акция состоится. Вот какие-то условия для зрителей вот на открытой площадке будут? На открытой площадке, да, вот в Барнурской крепости предположены козырьки, там зонтики. Ну, а место для сидения? Обязательно, лавочки. Или с собой необходимо что-то придать? Нет, нет, с собой ничего. Себя берете, семью свою или друзей и приходите, наслаждайтесь фильмами. Стульчики, лавочки будут установлены, а также зонтики, крытые небольшие пространства. Ну вот чисто по организации, вот такой момент, в вечернее время будет показ доставлять, может быть, общественным транспортом будут или только на своем авто? Да, к сожалению, на своем только, наверное, авто или рядом живущие. Поэтому вот «Последний богатырь» и идет первым этот фильм, чтобы... На показ для молодежи, да? Да, для молодежи или для более раннего такого, потому что мы все знаем, что у нас 99-й закон, и до 10 часов, до 11 можно находиться на улице. А для взрослого поколения уже будет более поздний сеанс, поэтому предполагается своим транспортом. Ну, как вы думаете, сколько зрителей в этом году будет? Больше, чем в прошлом? Ну, надеемся, мы на площадке все-таки в центре находимся, в Барнольской крепости, ну и кинотеатр «Мир» также в центре у нас. Думаю, что народу будет достаточно много. Главное, чтобы не подвела погода нас на открытых площадках. Ну, каким-то образом сообщали об этой акции, так чтобы массово люди знали. Конечно, информация была на сайте Дома народного творчества, на сайте правительства Алдайского края, управления по культуре. А также баннер, большой баннер на площади Октября, баннер на самой Барнольской крепости. Ну, то есть афиши розданы. По-вашему, с какой целью проводится ночь в кино? С целью, чтобы, ну, во-первых, эта акция бесплатна. Так, люди могут посмотреть бесплатно совершенно интересные, говорю, современные фильмы, которые совершенно недавно вышли. Наши российские фильмы, да? Ну, и потом это пока не дома просмотр у телевизора «Я и члены моей семьи», тут все-таки более организованно. Где-то можно пообщаться, где-то это можно еще поговорить об этих фильмах, встретиться друг с другом и провести приятный вечер. Ну, вы какой бы фильм хотели посмотреть? Или вы все видели из представленных? Ну, я, к сожалению, не все фильмы видела, но «Последний богатырь» сама с удовольствием посмотрела, рекомендую смотреть. Это приключенческий фильм, наверное, знаете, да, завязанный на сказках, на русских сказках, поэтому очень интересно, думаю, ребятишкам будет посмотреть этот фильм. Вот, хотелось бы посмотреть «Рубеж». Вот, к сожалению, этот фильм я не успела просмотреть, не посмотрела. Вот, хочу сама остаться и посмотреть этот фильм. Ну, если, предположим, вам дали бы возможность составить программу вот уже на следующую ночь кино, вы бы какие там картины хотели видеть? Ответ, конечно, конкретный, наверное, не могу сказать, но это, конечно, в первую очередь хочется увидеть современное кино, да, вот, которые последние фильмы, да, потому что какие-то старые фильмы, у нас есть возможность в других, вот, в кинотеатре «Премьера» посмотреть там или еще какие-то вот новинки, которые идут бесплатно, которые идут на большом экране, конечно, хотелось бы увидеть. Ну, вот, в данном случае киноленты будут качественные? Качественные, да, качественные будут. Кто предоставлял? Фонд кино. Фонд кино предоставлял непосредственно. Да, 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 поэтому фильмы будут качественные, в Барнольской крепости установлен экран будет специально удобно, чтобы смотреть качественно. Ну, а помним, что ночь кино в Алтайском крае состоится уже завтра. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, вы хотели еще что-то сказать? Нет, хочу сказать, только единственное, приходите, все очень будем ждать. Ну, и вам спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Карпова, директор Алтайского государственного дома народного творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова